Всем привет, друзья, ребятишки, ребятушки, не обращайте внимание, это Алан, он фанат бокса, он там свое смотрит, он нам мешать не будет. Что хотел сказать, сегодня утром в 6 часов сразу как проснулся, выпил животворящей водички, я пробыл на голоде, получается трое суток, это 72 часа, не, подожди, трое суток и 12 часов, 72, 84 часа. 84 не дотянул, я там ближе к 6 попил, вот, чувствую себя и сейчас прекрасно, вот, голова полна идеи, попил уже водички, раз, другое, она такая, вот, и, ну, выходить не тороплюсь, а с голода, возможно, я на водичке, ну, день-то пробуду, может быть, клетчево, попью сок. Короче, вот, в полном доверии миру, то есть, и с соблазнами, конечно, работаю, потому что, Алан сейчас ел такие ореховые, там, кунжутовые, там, какие-нибудь финиковые конфетки, когда, ну, вкусные, я знаю их вкусы, вот. Ну, я устоял, вот, соблазнам, вот, и тянет знанием опять, то есть, у меня есть задачи по инстаграму, но я чувствую, как мой интерес, он такой, ну, как бы, деньги есть интерес, да, но деньги для чего? Просто для того, чтобы, ну, не обломиться, да, не уйти в худшие условия, так сказать, бытия, вот, а все остальное, весь свой интерес, потенциал я пускаю в развитие, вот, сейчас вот интересуюсь темой секса на сыроедении, то есть, мне очень активно и изучаю, ну, как активно, можно активнее, конечно, просто, ну, в данный момент, перед видео, я направлял внимание именно туда, вот, ну, и могу сразу сделать вывод, что секс – это воссоединение душ, это духовное познание друг друга, это великий дар, и что он используется для активации чакр, то есть, взаимокопомощь и связь с пространством вариантов. Поэтому те сыроеды, которые, ну, по своим ощущениям стали отказываться от секса, ну, они ушли больше в телесное, или как там, я не знаю, в эгоистичке, как сказать, вот это одиночное, духовное, ну, опять оттранились от мира. Не факт, что я останусь сыроедом, вообще не загадываю, не знаю, что будет дальше. Ну, свой вектор направленности вижу более четко, вижу, что инстаграм все-таки не цель, а всего лишь средство для меня это, как для кого-то сидеть в офисе или ходить на завод, вот, только мне это позволяет, ну, передвигаться, то есть, сейчас я же сижу в Абхазии, вот, создал себе пространство, ну, тоже в офисе, сидел в Крыму, в Москве, сидел такой, обитал, не знаю, как сказать, вот. Ну, а что хотел сказать-то, да, больше поговорить про сухушечку, да. Так, зашел я на нее тоже интуитивно, это мой, ну, если можно сказать, второй опыт, на самом деле, первый, первый опыт у нас был, мы сделали прокшалану с вечера, с 6 часов мы пили только водичку, утром, прочистили желудок водой с содой, в хорошем количестве. Друзья, кто не знает, как это правильно делать, не экспериментируйте, сода может накосячить вам. Вот, ну, и прочистили желудок, все вышло, все почистили, выходила полностью вода из организма, и мы с 6 вечера до 6 утра, 12 часов, смогли продержаться на сухом, это был лутник. Ну, сушняк хлеще, чем у меня сегодня был, после, сколько, 84 часов, да, мы с вами посчитаем. Вот. Что еще? А как второй раз зашел? После того срыва, точнее, после того 12-часового, у меня получилось так, что жор, на меня напал жор, я почувствовал одержимость. Я просто, ну, был пищевым наркоманом, я просто вкидывал в себя все, что можно было. Благо, под рукой были только фрукты и овощи, и вред своему организму я не нанес. Вот. Но морально я пострадал, я был раздавлен, я не прикасался к задачам первостепенным, я не прикасался к своим хобби, к саморазвитию. Я просто тупо лежал вот здесь на постельке и играл в игры. Убивал время просто, чтобы не думать о том, как мне плохо. Я почему-то, ну, так сделал. Вот. Но подошла пятница, и какой-то голос внутри такой, завтра там что-то ешь поменьше, больше сочных фруктов. Ну, там, в смысле, орехи, они тяжелая пища, если кто не знает. Ну, конечно, по сравнению с мясом, друзья, кто есть мясо, вам орехи наоборот, сама. То. Вообще, человек питается, питание от слова пить, и вся тяжелая пища, она менее усваиваемая. И когда ты много сухого съедаешь, у тебя сушничок, почему? Потому что надо все это разбодять. Поэтому пейте больше жидкости, больше там виноградиков, сочных, ну, всего сочного, в общем, всего спилого сочного. Ну, так вот, я, получается, что, в субботу, да, в 6 часов, я думаю, а почему его нет, все, бросаю пить, есть. Ну, и тема пошла, я помню тот вечер, я, ну, как-то странно мне было, но я прошел, легко поспал, то есть, во сне никаких дискомфортов, и пошел дальше. Единственное, что два первых дня я принимал душ, точнее, не душ, а ванну по часу, а на третий день, вчера, я ходил на горячие источники. И знаете, после источников-то как раз-то я и почувствовал такое обезбоживание. То есть, пока ты лежишь под струлей горячей воды, она тебя массирует там все тело, ну, и чувствуешь себя кайфово. Как только встаешь оттуда, желудок такой, как всасывается, прям, все просто прям, прям, не знаю, такая сухость наступает. И вот с того момента, с момента источников, я еще, ну, плодотворно общался, вел прямой эфир полчаса. С товарищем, с другом, с моим Степаном много общались, то есть, опять спикерил там за свой опыт там, ну, как, строю ровные цепочки нейронов. Потому что, почему я пришел на сыроедение и вообще ко всему к этому, потому что у меня, ну, непоследовательные мысли, и мне бы хотелось, чтобы они были в порядке, да, чтобы я знал, чтобы я первостепенно, второстепенно мог распределить эти задания по дню, предвидеть там неожиданные какие-то там отвлечения, какие-то там условия гигиены, там, уход за ребенком, то есть все это сложить в системку, и чтобы у меня все было идеально. Там было и обучение в видеомонтажу, которое я только начал осваивать, вот, Бог мне дал курсы, вот, прям сказал, на, бери, малыш, тебе пригодится, вот. Бог мне много чего дал, дал ресурсы, сейчас дал чаты, бизнес-чаты, куда я сейчас немножко спамлю, прошу помощи о том, что, ну, может быть, появится команда, появятся интересные проекты, чтобы было не так, как у меня сейчас, то есть, сделал часть работы, получил часть денег, ну, работа-деньги, работа-деньги, как бы, то есть линейная зависимость, ну, все уже давно сидят на пассивном доходе, и я думаю, что мне стоит тоже стать дядькой побольше, больше уважать себя, знать себе ценник, и переключаться все-таки уже на поток отдачи людям, что я могу дать, в чем моя экспертность. Я 16 лет шел к бросанию сигарет, вот. Я много часто срывался, но я делал это больше осознанно, больше, чтобы еще себя прочухать, понять. И я даже когда-то думал, что, ну, типа, я если буду вести группу, я вместе с ней сорвусь, чтобы на своем примере показать это. Сейчас я понимаю, что я себя люблю больше, чтобы, ну, позволить себе такое сделать, поэтому, ну, наверное, все будет только воспоминанием. Ну, может быть, конечно, пару затяжек сделать, ну, вот, вообще такое, фу. Ну, вот. Есть также, как бы, ну, не до конца вышли паразиты сознания, я еще в процессе становления новых и пищевых привычек, и новых мыслительных процессов. Почему я это понял? Потому что вчера, например, проходя мимо магазина местного абхазского, ну, у меня что-то такая, ха, такая музыка такая, бухани вина, бухани вина, такая, хай, махалай, так. Ну, типа, как, я не знаю, поднять настроение, там, жизнь удалась, такая эфорическая нотка, ну. И, опять же, наверное, по воле Божией у нас в лагере сыроедов, вот, был вчера срывник один. То есть, ну, человек, если, как бы, попал сюда, он хороший парень, то есть, и вообще, отличный друг, товарищ, то есть, он любит детей, то есть. Ну, у него, ну, он считает, у него нет проблем, но я-то вижу, то есть, он помощи не бросит, и, как бы, ну, навязывать ему ее никто не будет. Ну, он, короче, курит, он ходил сейчас в поход, курил сигареты, и он вчера, ну, имел неосторожность бухануть. Он ничего-ничего делал, он не такой, как я, да, не больный. Но, суть в чем? А ты английский вообще понимаешь? Нет, что не базарить? Нет. Сделать оно чуть потише, так же, хоть немножко, да, вот. А оно слышно, да? Ну, я думаю, что да, мы немножко, там, эти будут слушать. Вот этот кусок придется вырезать. Вот, он хороший человек, но он вчера позволил себе расслабиться, видно, у него были резкие на это причины, а я на голоде, и, ну, по старой памяти, он, как бы, жил, вот, в комнате, где мы сейчас живем, с Аланом, он пришел сюда, ну, и, как бы, пацаны, там, я с вами, там, на полу и положили, вонь страшный стоит, мне невозможно было дышать. И я в этот момент немножко понял, это обостренное обаяние сыроедов, которые жалуются, там, на благовоние, которые жалуются, на парфюмы, что они, ну, задыхаются от этого, то есть, и, ну, со стороны, вот, как мясоеды, да, говорят, что ты дебил, что ли, мясо не есть, дядь, мне, блядь, жизненная сила. Вот, мужики должны есть мясо, блядь, они, вот, у меня, аж, видите, нецензурная брань полезла, потому что, недалеко я, ну, как бы, еще от этого, наверное, ушел, подключился к тому вибрационному полю. Ну, вот, ну, и, вот, да, значит, у меня есть ресурсы продвижения Инстаграм, куда я наберу команду, сделаю обучающие ролики, скоро сделаю слайд-шоу, здесь люди есть, которые нуждаются в моей информации, проведу им эти обучения. Обучение, думаю, это сделаю даже в ближайшее время, пока не разъехался народ, потому что сейчас уже 24 октября, и в конце месяца много народу уедет. Вот, хотелось бы всем передать свои знания, у меня секретов нет, вот, ни по какому вопросу, поэтому, кому что интересно, можете писать в комментариях, с радостью отвечу, вот, наоборот, как бы, направляйте меня, Бог будет действовать через вас, любая критика приветствуется, любые донаты тоже приветствуются, потому что, ну, снимаю я сейчас на свой, тоже подарок судьбы, подарок выздоровления, телефон Xiaomi Mi A1, кстати, чем он кайфовый, в нем можно прокачать камеру до пикселей, у меня сейчас не прокачанная, потому что, ну, там заморочка, там, мне все-таки помогал в этом брат, и, в чем плюс этой камеры, будет безлимитное Google хранилище, мне дали его до 2020 года, вот, поэтому я все туда смело заливаю, заливаю туда скрины своих детских фоток, все-все-все у меня там хранится, ну, если кому интересно, ну, вот, немного отвлекся, ну, и дальнейшие, дальнейшие мои планы, да, в Инстаграме найти партнеров, может быть, тех, кто будет управлять этими ресурсами, за уделение скромного мне процента, то есть, будет сам зарабатывать деньги, в принципе, всему научу, только не хотелось бы делать это много раз, поэтому я думаю, что мы это сразу будем делать в режиме записи этих вебинаров, семинаров, онлайн-трансляций, не знаю, чего там, то есть, возможно, мы будем с кем-то тет-малтет общаться, я буду давать знания и буду это записывать с экрана монитора, ну, в общем, я не думал, но как это будет конкретно, я знаю, что это будет, ну, в такой форме, чтобы не повторять много раз, вот, чтобы обучать, ну, тех, кто хочет зарабатывать, ну, как я, да, получается, трансфером. Найти клиентов на Инстаграм несложно, Инстаграм реально продает, как он это продает, за счет оформления грамотного, грамотной подачи товара, ну, не все, конечно, товары идут одинаково, и за счет, ну, рекламы, рекламы у блогеров, рекламы на таргетинге, вот, и, ну, в общем, все это осваиваемое, все это легко, это просто, ну, действие, результат, действие, результат, все, причинно-следственная связь, вот, а я ухожу, я ухожу в видеоблог, блокинг, то есть моя задача, вот, понакупать снаряжение, чтобы у меня, вот, в голове здесь, вот, прям, камера была постоянно, и чтобы я такой, хоп-хоп, двигаюсь-двигаюсь, она снимает-снимает, и я такой, ага, вот этот моментчик выделил такой, оставил, а если, короче, ну, все остальное не нужно, все сразу удаляется, то есть, короче, ну, чтобы помнить, и не забивать, не просматривать, потом эти, там, сутки, часов, да, на видео, а где же этот был момент, сразу их как-то выделять, ну, ну, и путешествовать, много путешествовать, смотреть много мест, много вам показывать, и делиться своим опытом, все-таки, ну, даже то, кем я сейчас уже стал, и куда я путь держу, я считаю, это, я, ну, честно, вот, скажу за себя, я горжу собой, то есть, если я до 26 лет, не знаю, там, как это, там, сейчас, повлиять на моей репутации, ну, я думаю, что все будет хорошо у меня, и лишнее отвалится тем, кому, наоборот, интересно услышать то, что они хотят услышать. До 26 лет, я знал себе барыд на районе, я знал, где взять, и я корчил из себя крутого перца, мне звонили, что поможешь нахватить, я, да, что, Вась, давай, конечно, что там, там, была жигули под попой, и мы колесили по райончику, там, и вот это вот, это было днище, это было моральное дно, когда я корчил из себя кого-то, и моя жизнь шла куда-то, вообще не понять, туда, в тартарары катилась, и у меня был претензионно-требовательный диалог с Богом, я говорил, ты что, Бог, ты же знаешь, насколько я, ого, а ну-ка, дай мне по моим заслугам, дай мне много денег, много всего, дай, возможностей, я же почти четкий пацан, и благодарю Богу, что он не сделал это раньше положенного времени, что он дает мне пройти мои испытания, стать личностью, вот, копаю сейчас прошлое, копаю, стараясь, прошлой жизни, сейчас есть возможность, вот, холотропного дыхания, много дыхательных практик, благодарность Ливанди, кто не знает, есть канал, исцеляющий медитации, там у меня прям дыхательные такие, кружки светятся, там, прям по кругу идет вдох, выдох, вдох, выдох, вообще подъем энергии почувствуете, а есть у нас приборы, вот, на руки одеваются, 150 тысяч стоит тут у Сергея, и он замеряет, там, ну, состояние по всем параметрам, там много очень параметров, кстати, есть отснятое видео, давайте его, тоже будет оно, не знаю, как бы последовать сначала это или то, то будет покороче, чем это, уже 20 минут с вами разговаривать, друзья, очень приятно, что вы меня слушаете, вот, в общем, дыхание залог здоровья, разминка, да, пластика залог здоровья, физическая нагрузка, это отлично, и все это, ну, мне симпатизирует, все это является частью меня, как оказывается, и сейчас с радостью я выдыхаю, потому что уже реально утро затянулось, и я буду сейчас подышать свежим некомнатным воздухом в своей Абхазии, и буду делать растяжечку, и сегодня я уже вышел с голода, и сухого, я сегодня пью водичку, и чувствую вообще себя активно, прилично, классно, круто, вот, сколько я потерял, ну, я не знаю, даже, вот, ребята, кто находятся рядом, сказали, что я прилично скину, вот, давайте, немножко стриптизовом, вот, попробую напречь, живот максимально выпучив, вот, отвечаю, вот, просто, вот, 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 это максимально, просто не могу, вот, вот, просто напряг, пресс, сто лет его не качал, ну, как-то так вот, да, чувствую даже прорисовываться мышцы там в плечах, везде в руках, ну, и не даю им атрофироваться постоянно, двигаясь, вот, но главная моя задача, говорю, что это все успеется, все вот это вот, что находится на поверхности, это все, ну, немножко второстепенно, в первую очередь, я понимаю, что моя задача, даже, например, кривой нос, вот это пятнышко, там, вот это вот, то есть это все настолько легко, то есть, ну, знаю, что есть косметологи, просто, ну, я не знаю, там, какая-то там, ну, держи денежку, оп, нету все, там, зуба нету, да держи денежку, оп, все, все готово. Моя задача – порядок в голове, будет порядок в голове, будет все, а все и так материализуется, по факту, то есть многие вещи, и любите своего заботливого Бога, вот, он хочет вам помочь, просто откройте свое сознание этому миру, и у вас все получится, вот, не забудьте подписаться на канал, вот, будет много видеовоспоминаний, потому что я в процессе освоения, в процессе роста, вот, ну, а через какой-то промежуток времени, ну, придет, да, идеи уже есть, придет реализация идей задуманных, и… ну, наверное, не туф-туф-туфа, пух-пух-пух. О, у меня будильничек, у меня дела, я не знаю, слышите вы, нет? Это мантра. С вами я прощаюсь, а я буду зажигать под будильничек.